Надо сесть в медитацию. Женщина, сейчас рассказываю вам. Садитесь в медитацию, то есть ноги скрестили, вот так пальцы. Начать поза размышления. Вот так вот сели в медитацию. И спросить у истины, голоса истины, вот здесь спросить. Почему он на меня лезет? Вот я и не хочу этого. Почему он лезет на меня? Сидите, спросите у голоса истины, у голоса совести. И знаете, что он вам скажет? Он вам скажет, голос истины, что смотри, ты наслаждаешься квартирой. Женщина наслаждается комфортно. Наслаждается тем, что мужчина рядом с ней. Она наслаждается отношениями с детьми очень сильно. Она наслаждается отношениями с родителями. И она, когда вот в этих комфортных условиях живёт, она испытывает половое счастье. Тоже половая женская энергия так движется. Женщина чувствует себя очень хорошо дома. Да, всё нормально. Мужчина так не чувствует. Он тоже ходит по той же квартире, всё то же самое. Но он так не балдеет. От одежды красивых, вот так не балдеет. От вкусной пищи, вот так женщина, вот так и балдеет от этого. У него весь балдёж сосредоточен в одном месте всего. В одном месте всего. Интересно знать, что когда женщина ходит по квартире и балдеет, то в это время она возбуждает в мужчине вот эту энергию, которая собирается в этом месте. Если женщина сама балдеет, ходит по квартире, но при этом мужчине не даёт эту энергию выпустить, она просто издевается над ним. Называется издевательство. Еролаш был такой, мальчик, два мальчика стояли, один мальчик ел персик, да. Ел, другой смотрел, у него сплетни не текут. Говорит, если бы у меня был персик, я бы с тобой обязательно поделился. И тот говорит, жалко, что у тебя нет персика. Результат какой? Эх, яблочко-то на талелочке! Натаела мне жена, пойду к девочке! Что делать? Будь милостивой к мужу, сострадательной, милостивой. Я балдею, он тоже имеет на это право. Расслабиться, понимаете, расслабиться. Быть сострадательной к мужу означает расслабиться. Вот будьте сострадательны ко мне, расслабьте сейчас. Я вам рассказываю, вы слушайте просто. Хорошо? У вас не хватает понимания, кто такая женщина. Женщина, она отдаётся в объятия мужа. Она жертвует собой. Жертвует собой ради близкого человека. Не пинает его, лекает, а жертвует. Знаете? Но не каждые пять минут. Если вы отказываете мужу, то это нормально. Это нормально. Это правильно, отказывать мужу. Если он каждый день хочет секса. Да, конечно. Отказывать надо обязательно. Воспитывать в нём мужские качества. Он пойдёт, рва колует. Что-то будет делать. Но ещё одна вещь. Если мужчина хочет секса каждый день. У вас дети есть? Сколько? Значит, надо третьего. Смотрите, почему мужчина каждый день хочет секса. Потому что половая энергия женщины... Вот смотрите, женская... Чтоб вы знали. Женщина, женская половая клетка, но половая энергия имеет горячую природу. Она разжигает мужчине страсть. Мужская половая энергия имеет холодную природу. Холодную. Сам по себе мужчина, он спокойный, ни на кого не бросается. Мужчины могут 40 человек вместе жить. И будут нормально уживаться. Женщины даже вдвоём не могут вместе жить. Они перегрызутся. Не горячая природа. Хотя внешне они выглядят такими спокойными, удовлетворёнными. Никого не надо, им такие, не знаете, внешние. Но там другая энергия совсем идёт. Она разжигает страсть, мужчина. Эта энергия женская. И не зря. Это нужно для зачатия детей. И смотрите, если мужчина бросается на вас, это значит, что мало детей. От вас значит, понимаете, чем больше детей, тем больше женской энергии, половая идёт детей. Чем больше половая энергия идёт детей и женщины, тем мужчина спокойнее становится. У него энергия семей начинает подниматься. Того, чтобы больше ответственности. Почему мужчина не хочет детей? Потому что это ответственность. Чем больше детей, тем тяжелее мужчине жить. Чем больше детей, тем женщина больше счастья. Ещё нужен ребёнок. Вывод такой. Если он бросается, значит, ваша энергия его разжигает. У вас значит, много женской энергии очень. Это хорошо. Надо больше детей, значит. Третьего надо зачинать. Вы чувствуете? Ну вот, надо зачинать, значит, если чувствуете.